Представители Министерства курортов и туризма совместно с сотрудниками филиала Сочинского государственного университета провели конференцию «Прорыв санаторно-курортной и туристической сферы». Программа конференции насыщена. Круглый стол, доклады, результаты исследований. Вопрос развития туризма всегда актуален. В обсуждении приняло участие более ста человек – доктора наук, профессора, представители федеральных органов власти, руководители гостиничных предприятий, турфирм и учебных заведений. Те, кто готов озвучить серьезные и важные задачи, проблемы и пути их решения. Два раза в год проводят конференции, на которых встречается вместе наука, власть и бизнес. К сожалению, так сложилось, что бизнес сам по себе работает. Власть пытается осуществлять некоторые мероприятия, не всегда согласовывая с бизнесом. И, возможно, наука также где-то в стороне находится. А именно на таких конференциях вот эти три стороны встречаются вместе и начинают общаться, начинают двигаться навстречу друг другу. Это дает хороший эффект синергии, то есть объединение энергии. Получается замечательный результат в итоге. Татьяна Салеева отметила важность такого общения. Именно на конференции вырабатывается единая позиция по развитию курортов. Как стать более конкурентоспособными и эффективно использовать постолимпийское наследие. Был дан хороший толчок туризму благодаря международным спортивным мероприятиям. Анапа с ее санаторно-курортными комплексами и возможностью сочетания лечения и отдыха достаточно сильный конкурент. 68% российских граждан по-прежнему выбирает пляжный отдых. Конечно, Анапа с ее золотыми песками, с пляжами, с теплым морем, конечно, всегда будет востребована. Что касается летнего сезона, понятно, что семейный детский отдых, он сам себя окупает и востребован. Но что касается загрузки в зимний период, тут, конечно, необходимо приложить усилия. Какие-то яркие события, конгрессные, фестивальные, какие-то мероприятия событийные, которые позволят привлечь в межсезонье, в зимний сезон дополнительно гостей из других городов и регионов. В Анапу все больше едет туристов. Для гостей курорта создают новые увлекательные экскурсии. Кубань в этом году заняла первое место, где наши соотечественники решили провести летние месяцы. К сожалению, в 2013 году был очень неблагоприятный туристский баланс. Из России выезжало порядка 28 миллионов туристов на отдых на зарубежные курорты. А с туристскими целями приезжало всего около 3 миллионов туристов в Россию. Поэтому мы сейчас получили шанс вернуть наших туристов на наши курорты. Но надо не просто вернуть, надо их и удержать. Наши курорты становятся курортами мирового уровня, подчеркнули на конференции. Именно благодаря участию студентов в наших проектах мы получаем новые идеи, какие-то креативные, смелые решения. А ребята, в свою очередь, получают тот самый опыт, те самые знания, которые, возможно, они не получат в рамках учебников, в рамках учебного процесса. И не зря наша конференция называется научно-практическая, что именно практические аспекты помогают больше осваиваться и использовать наши результаты вообще в обычной жизни, в нашем бизнесе, в нашей сфере. По итогам каждой конференции составляется резолюция. Подробно записываются принятые пути решения, вырабатываются совместные действия, чтобы добиться общего результата.